70-летний юбилей отмечает Константин Райкин, Гамлет, Ричард Третий, Сирано на сцене и Труфальдино Каю Меркуль Пуаро на киноэкране. Достойный сын своего отца Аркадия Райкина, худрук театра Сатирикон, руководитель курса в школе-студии МХАТ, лауреат двух госпремий. Илья Филиппов продолжит. Мы вышли из затяжного антракта, говорит Константин Райкин, создатель, коллега, учитель, в арсенале которого, по его же словам, не только пряник. Конечно, я не карабас-барабас, так сказать, в буквальном смысле слова, потому что все-таки карабас-барабас, это все-таки такой, ну, совсем тоталитарный, ну, и алчный, и вообще, так сказать, нехороший, а я хороший. Райкин, сын, очень талантливый, шептали в портере театралы. В 19 лет Константин, студент Щуки, играет в фильме «Завтра, 3 апреля» ленинградского шестиклассника-второгодника. Ребята, милиция! Это было у меня с детства, какая-то неуверенность, какое-то большое очень самосомнение и самоедство. Переединяемся, разъединяемся. Репетиция спектакля «Лица», 1982-й. Программа Швыдкова у театральной афиши. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о нем чуть подробнее. Немножко сложно говорить, поскольку это не сделанная работа, еще нам предстоит более месяца. Репетировать еще. Репетировать, да. А вот это уже сделанная работа, 83-й. Внимательно слушай меня все. Сейчас пойдет Мендельсон, и жених с невестой начинает... Куда пошел, товарищ? Я сказал, сейчас пойдет Мендельсон. Вы что, Мендельсон, что ли? Да. В записи пойдете! Встало место быстро! Позади уже 10 театральных лет в «Современнике», а телезритель уже наизусть знает фразы фильма «Труфальдина из Бергам». Хозяин мой зовется Федерико! И легендарный монолог про халат из Михалковского «Своя среди чужих». Халат не был у меня. Халат не был, честное слово. У меня халат не был. Каждый шагал, халат носит. Я целый год без халата ходил. А чего стоил медведь в передаче «Вокруг смеха»? Но настоящий мир перевоплощений – лицедейство, как говорит Райкин, здесь, в сатириконе, в его постановках, в его моноспектаклях. И до 70 лет проживу. И до 80, и до 100 лет, и до 150 лет проживу! От зрителей хочется неортодоксальности. Хочется толерантности. Быть готовым к тому, чтобы понять непривычное. В этом году театр Райкина переживает то, что никогда не было за все годы – самоизоляцию. Проводит премьеры онлайн, читает Пушкина. Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. И принимая экранные овации, Константин Райкин и весь сатирикон словно в ответ аплодировал. Врачам, помогавшим выходить из долгого антракта. Сегодня поздравление принимает народный артист России Константин Райкин. Художественному руководителю театра сатирикон исполнилось 70 лет. Харизматичный, экспрессивный, взрывной, невероятно пластичный на сцене и в кино. И хотя киноролей у Райкина не много, каждое даже мимолетное появление на экране всегда незабываемо. Быть в тени своего гениального отца не в характере Райкина-младшего он выбрал другой, сложный путь, но доказал, он актер с собственным именем, с прославленным юбиляром встретился Ян Воскресенский. Гипнотическая пластика. Это словно советский Майкл Джексон. Своими зажигательными танцами молодой Константин Райкин затмил всех кругом. И не только танцами. По части дырочки между зубами, все, равных нет. У карачицев и я, но я лучше. Чувство юмора, которое Константину Райкину досталось по наследству, порой работает и как защитная реакция. Это жертва обидной критики. Он до сих пор выискивает в себе изъяны. Я скорее самоед. Я очень критично к себе отношусь. Впервые он появился в кадре еще хулиганистым подростком. Но даже свои серьезные первые кинороли считает неудачными. И вообще с кино говорить не сложилось. Да и ладно. Кино вполне хорошо без меня обходится. У него есть свои проблемы и без моего отсутствия. А я совершенно обхожусь нормально без кино. Но вот история кино уже не обойдется без этих звездных ролей. А он такой, а я упрямый. А ведь на съемках Труфальдино из Бергамо с теми самыми зажигательными танцами даже режиссер раздражался. А под софитами Ленфильма откровенно подшучивали над сыном великого артиста, который жил через дорогу от студии. Всем нормальным людям известен был Аркадий Сахач Райкин. И поэтому оператор, да, пожалуйста, Константин Аркадьевич, Константин Аркадьевич. Мальчик снимается. Он пошел туда же, но немножечко своим путем и, как мы видим, добился. В отечественном вестерне свой среди чужих Райкин побрился наголо и с отчаянным ужасом. Сам исполнил смертельно опасные трюки. Сын своего отца, он словно изо всех сил, старался стать непохожим на главного сатирика страны. Костя прошел круги ада в поисках самого себя, своего собственного имени. И в этом смысле он заслуживает глубочайшего уважения и восхищения. В театральное училище Константин Аркадьевич поступил сразу после первого тура. А его первым театром сразу стал легендарный современник. Но в канун первого выхода на большую сцену критика назвала Райкина-младшего ошибочным приобретением. Так и написали. Этот мальчик не будет артистом. Вот эта критика, у него нет данных героических каких-то и так далее. Она его стимулировала на то, чтобы доказать. Он и правда играл тем лучше, чем сильнее ругали. Но впечатления от того разгромного приговора, похоже, остались на всю жизнь. В театре всегда не дают покоя что-то. Моё несовершенство, моё недостаточное умение, моё желание как-то становиться лучше. Константин Райкин оказался исключительным и в том, что внезапно покинул современник. Ради того, чтобы воссоединиться с отцом. Вот у такого отца, вот такой сын. Ну что поделаешь, действительно, такой отец попался? Что ты говоришь, что ты поделаешь? Так появился театр Константина Райкина имени Аркадия Райкина. Вскоре после смерти основателя Сатирикон открылся экстравагантной, если не сказать эпатажной постановкой, и по тем временам, и по нынешним. Публика так ломилась на служанок, что в театре вынесли двери. И пусть нынешний Сатирикон не похож на тот театр-миниатюр, где правил Аркадий Райкин, мысленно сын постоянно сверяется со своим отцом. Я всё время себе представляю, что сказал бы папа по поводу того или иного спектакля. Я совершенно убеждён, что он был бы многому очень рад. Это на репетициях Константин Райкин, суровый руководитель. На сцене он может быть и большим артистом, а может, как и прежде, озорным и упрямым. Янск-Крестенский, Светлана Шишкина, Татьяна Кузьменко. Известие специально для Пятого канала. Может быть, один из самых великих поэтов наших XX века – это Николай Заболоцкий. Поэт, проживший тяжелейшую жизнь, что можно, к сожалению, сказать почти о каждом из наших великих поэтов. Почти никто из них не прожил, или вообще никто из них не прожил жизнь гладкую. Это, в общем, изломанные кровавые судьбы, прерванные жизни, полные страдания и лишений, проклятий в их адрес ниспосланных. Это было и в XIX веке. XX век только усугубил эту закономерность. В основном это происходило из-за отношений с властью. Посмотрите, какие страшные судьбы. Расстрелянный Гумилев, повесившийся Цветаева, доведенный до самоубийства, повесившийся, а, скорее всего, убитый Есенин, застрелившийся Маяковский, уничтоженный в сталинском лагере Мандельштам, преданный всенародному возмущению и позору. И вскоре скончавшийся Пастернак, изгнанный из страны Бродский. Вот я называю имена великих тех, кого мы сейчас читаем, почитаем. Вот в связи с этим я думаю о Николае Заболоцком, поэте великом, замечательном, выдающемся, ни на кого не похожем, отсидевшем годы. Из него пытались пытками и муками, которым его подвергали, выбить признание, что он якобы пытался создать какую-то контрреволюционную антисоветскую организацию, чтобы он назвал сообщников, чтобы он сам в этом признался. Он ни в чем не признался, никого не назвал, при этом отсидел годы, потом не имел права жить в больших городах, потом получил право вернуться в Москву, очень мало печатался. В общем, никаких оценок своего творчества из официальных уст не слышал, тем более положительных оценок. Понимали, конечно, коллеги-поэты, с каким уровнем поэта они рядом работают, поэтам какого уровня. Понимали читатели. Есть замечательное письмо от Корнея Ивановича Чуковского, где он пишет Заболоцкому, что он великий поэт. Это было, конечно, для него очень значимым, для Заболоцкого. И только в некрологии, а он прожил всего 55 лет, было написано, что он был большим советским поэтом. Это тоже из особенностей государства, которое все-таки любит больше мертвых, чем живых. Это отмечал еще и Александр Сергеевич Пушкин, когда писал в «Борисе Годунове» «Они любить имеют только мертвых». Вот Николай Заболоцкий, который ко второй половине своей недлинной жизни пришел к такой божественной простоте формы, при его глубочайшем бездонном содержании стал как-то очень просто писать, пришел к какой-то гармонии просто в своем творчестве. Вот несколько творений, вот посмотрите, как просто и умно. Птичий двор Скачет, свищет и бормочет Многоликий птичий двор То могучий грянет, кочет То индеек взвизгнет хор В бесшабашном этом гаме В писке маленьких цыплят Гуси толстыми ногами Землю важно шевелят И качаясь сбоку на бок через двор наискосок Перепонки красных лапок ставят утки на песок Будь бы я такая птица Весь пылая, весь дрожа Поспешил бы в небо взвиться Ускользнув из-под ножа А они, не веря в чудо Вечной занятой едой Ждут безумные, покуда Распростятся с головой Вечный гам и вечный топот Вечно глупый Важный вид, им, как видно, жизнь и опыт Ни о чем не говорит Их сердца послушно бьются По желанию людей И в душе не отдаются Крики вольных лебедей А вот другое стихотворение На ту же ситуацию, только другого жанра Городок Целый день стирает прачка Муж пошел за водкой На крыльце сидит собачка С маленькой бородкой Целый день она таращит Умные глазенки Если дома кто заплачет Заскулит в сторонке А кому сегодня плакать В городе Таруси Есть кому в Таруси плакать Девочки Маруси А противили Маруси Петухи да гуси Сколько ходят их в Таруси Господи Иисуси Вот бы мне такие перья Да такие крылья Улетела б прямо в дверья Бросилась в ковылья Чтоб глаза мои на свете Больше не глядели Петухи да гуси эти Больше не галдели Ой, как худо жить Маруси В городе Таруси Петухи одни да гуси Господи Иисуси Стирка белья Вот казалось бы Ну про что тут писать стихи Стирка белья Это вообще просто сама проза Какая тут поэзия Ну вот пока за это не возьмется Великий поэт Тогда вот получается такая прелесть В стороне от шоссейной дороги В городишке из хаток и лип Хорошо постоять на пороге И послушать колодезный скрип Здесь среди голубей и голубок Меж амбаров и мусорных куч Бьются по ветру тысячи юбок Шароваров, рубах и ануч Отдыхая от потного тела Домотканной основы холста Здесь с монгольского ига Висела этих русских одежд Пестрота И виднелись на ней Отпечатки человеческих Выпуклых тел Повторяя в живом беспорядке Кто и как в них Лежал и сидел Я сегодня в сообществе прачек Благодетельниц местных мужей Эти люди не давят лежачих И голодных не гонят за шеи Натрудив вековые мозоли Побелевшие в мыльной воде Здесь не думают о хлебосолии Но зато не бросают в беде Благо тем, кто сметенную душу Здесь омоет до самого дна Чтобы вновь из корыта на сушу Афродитою вышла она Поэма весны Ты и скрипку с собой принесла И заставила петь на свирели И схватив за плечо повела Сквозь поля голубые в апреле Пессимисту дала ты шлепка Настя ж окна в домах растворила Подхватила в синях старика И плясать по дороге пустила А шалев от твоей красоты Скряга вытащил пук ассигнаций И они превратились в листы Засиявших на солнце акации Бюрократы, чинуши, попы Столяры, маляры, стеклодувы Как птенцы из своей скорлупы Отворили на радостях клювы Даже те, кто по креслам сидят Погрузившись в чины и медали Улыбнулись и, как говорят На мгновение счастливыми стали Это ты, сумасбродка весна Узнаю твои козни, плутовка Уж давно мне из окон видна И улыбка твоя, и сноровка Скачет по полю жук, министрель Реет бабочка, став на пуанты Развалившись по книгам апрель Нацепил васильков, аксельбанты Он-то знает, что поле да лес Для меня ежедневная тема А весна сумасбродка небес И подружка моя, и поэма Ну и знаменитое его стихотворение О самом главном Такие простые, великие стихи Некрасивая девочка Среди других играющих детей Она напоминает лягушонка Заправлена в трусы худая рубашонка Колечки, рожеватый кудрей Рассыпанный, рот длинен, зубки кривый Черты лица остры и некрасивы Двум мальчуганам, сверстникам ее Отцы купили по велосипеду Сегодня мальчики, не торопясь к обеду Гоняют по двору, забывши про нее А наш за ними бегает по следу Чужая радость, так же, как своя Томит ее, и вон из сердца рвется И девочка ликует и смеется Охваченная счастьем бытия Ни тени зависти, ни умысла худого Еще не знает это существо Ей все на свете так безмерно ново Так живо все, что для иных мертво И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она рыдая Увидит с ужасом, что посреди подруг Она всего лишь бедная дурнушка Мне верить хочется, что сердце не игрушка Сломать его едва ли можно вдруг Мне верить хочется, что чистый этот пламень Который в глубине ее горит Всю боль свою один переболит И перетопит самый тяжкий камень И пусть черты ее нехороши И нечем ей прелестить воображение Младенческая грация души Уже сквозит в любом ее движении А если это так То что есть красота И почему ее обожествляют люди Сосуд она, в котором пустота Или огонь Мерцающий в сосуде Еще один поэт из радости жизни Я бы сказал Это Николай Рубцов Поэт тоже очень рано ушедший В 35 лет он нелепо, трагически погиб Представляете, в 35 лет То есть даже не дожил до этого рокового 37-летия Вот такой детдомовский парнишка С нашего европейского севера Мать рано умерла Отец ушел на фронт Он попал в детский дом Детский дом этот очень любил Писал про него замечательные стихи И в общем вел такую детдомовскую жизнь Потом в смысле неустроенности Менял место жительства Менял место работы Служил на флоте Потом работал в торговом флоте Потом в Ленинграде На заводе на красном треугольнике работал Потом поступил в Москве в литературный институт Потом оттуда был исключен За какой-то дебош и пьянку Потом опять восстановлен Потому что уж больно талант был огромный Потом опять исключен В общем такая неустроенная в житейском смысле жизнь А стихи при этом такой силы, энергии Такой какой-то внутренней веселости Такой живости Такой сердечной мощнейшей мышцы Такие энергичные Просто, ну, вы знаете, просто редко находишь поэта такого живого При этом свои стихи читал, пел под гармошку Как частушки Вот чтобы снять какую-то, может быть, лишний какой-то пафос А при этом это большая русская поэзия Писал просто При прекрасном ощущении формы Как-то не интересничал А как-то писал очень сутево Ни одного лишнего слова Библейский взгляд на жизнь Про зверей, как про людей Про людей, как про животных Все как-то цельно Неделимо Это как ноты Хорошей музыки Хочется это сразу исполнить Говорят, вот, искусство Не может изменить жизнь Нет, очень может изменить И меняет Пока непосредственно действует Сильное кино Сильная музыка Замечательный какой-нибудь спектакль Фильм Очень меняет людей Пока идет этот спектакль Пока звучат эти стихи Пока звучит музыка Люди очень меняются Это я говорю, вот, прежде чем начну читать стихи Николая Рубцова Первое грустное Ласточка Ласточка носится с криком Выпал птенец из гнезда Дети окрестные мигом Все прибежали сюда Взял я осколок металла Вырыл могилку птенцу Ласточка рядом летала Словно не веря концу Долго носилась, рыдая Под мезонином своим Ласточка, что ж ты, родная Плохо смотрела за ним Коза Побежала коза в огород Ей навстречу попался народ Как не стыдно тебе, ягоза И коза опустила глаза А когда разошелся народ Побежала опять в огород Все Вот такая прелесть А вот следующее я очень тоже люблю Это страшное Называется Вечернее происшествие Мне лошадь встретилась в кустах И вздрогнул я, а было поздно В любой воде таился страх В любом сарае сенокосном Зачем она в такой глуши Явилась мне в такую пору Мы были две живых души Но не способных к разговору Мы были разных два лица Хотя имели по два глаза Мы жутко так не до конца Переглянулись по два раза И я спешил, признаюсь вам С одной мыслью к домочадцам Что лучше разным существам В местах тревожных не встречаться Добрый Филя Я запомнил, как диво Тот лесной хуторок Задремавший счастливо Меж звериных дорог Там в избе деревянной Без претензий и льгот Так без газа, без ванной Добрый Филя живет Филя любит скотину Ест любую еду Филя ходит в долину Филя дует в дуду Мир такой справедливый Даже нечего крыть Филя, что молчаливый? А о чем говорить? Элегия Стукнул по карману Не звенит Стукнул по-другому Не слыхать В тихий свой Таинственный Зенит Полетели мысли Отдыхать Но очнусь И выйду за порог И пойду На ветер На откос О печали Пройденных дорог Шелестеть Остатками волос Память Отбивается От рук Молодость Уходит Из-под ног Солнышко Описывает Круг Жизненный Отсчитывает Срок Стукну По карману Не звенит Стукну По-другому Не слыхать Если только Буду знаменит То поеду В Ялту Отдыхать Про зайца Заяц в лес Бежал по лугу Я из леса Шел домой Бедный зайц Перепугу Так и сел Передо мной Так и обмер Бестолковый Но, конечно, В тот же миг Поскакал В лесок Сосновый Слыша Мой веселый Крик Еще, наверное, Долго С вечной дрожью В тишине Думал Где-нибудь Под елкой О себе И обо мне Думал Горестно Вздыхая Что друзей-то У него После дедушки Мазая Не осталось Никого Разлад Мы встретились У мельничной Запруды И я ей сразу Прямо Все сказал Кому Сказал Нужны Твои причуды Зачем Сказал Ходила На вокзал Она Сказала Я не Виновата Ответь Сказал Я Кто же Виноват Она Сказала Я Встречала Брата Ха-ха Сказал Я Разве Это Брат В моих Сказал Миновавших времен Давно ли гуляя гармонь Оглашала окрестность И сам председатель плясал, выбиваясь из сил И требовал выпить за доблесть В труде и за честность И лучшую жницу, как знамя В руках проносил И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме На звуки гармошки, на пение И смех на лужке А мимо неслись в торопливом, немолкнущем шуме Весенние воды и бревна Неслись по реке Россия, как грустно, как странно Поникли и грустно Во мгле над обрывом безвестной ивы мои Пустынно мерцает Померкшая звездная люстра И лодка моя на речной Догнивает мели И храм старины Удивительный, белоколонный Пропал, как виденье Меж этих померкших полей Не жаль мне, не жаль мне Растоптанной царской короной Но жаль мне, но жаль мне Разрушенных белых церквей О сельские виды, о дивное счастье Родиться в лугах, словно ангел Под куполом синих небес Боюсь я, боюсь я, как вольная Сильная птица Разбить свои крылья И больше не видеть чудес Боюсь, что над нами Не будет таинственной силы Что, выплыв на лодке Повсюду достану шестом Что, все понимая, без грусти Пойду до могилы Отчизна и воля Останься, мое божество Останьтесь, останьтесь Небесные синие своды Останься, как сказка Веселье воскресных ночей Пусть солнце на пашнях Венчает обильные всходы Старинной короной Своих восходящих лучей Я буду скакать, не нарушив Ночное дыхание И тайные сны неподвижных Больших деревень Никто меж полей не услышит Глухое скакание Никто не окликнет Мелькнувшую легкую тень И только израненный Бывший десантник Расскажет в бреду Удивленной старухе своей Что ночью промчался Какой-то таинственный всадник Неведомый отрок И скрылся в тумане полей Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова